Зовут меня Алина, я попала сюда еще в мае, спустя легла на сохранение, привезли меня в женскую консультацию. Здесь я пролежала три недели, ну, на один день меня выписали домой на сутки, и я тут же поступила, считай, обратно, но только уже рожать. Родился он без одного дня 28 недель, вес кило 150, ну, совсем крохотулечка. В реанимации мы пролежали долго, но меня успокаивало то, что я, когда лежала три недели на сохранении, мой лечащий врач сказал, что здесь врачи в реанимации хорошие, что выходят, не переживая, вот это вот меня вот правда подуспокоило, я перестала нервничать, доверилась полностью врачам, но вот когда были вот эти часы, стоять у малыша, да, можно было, то есть тебя медсестры не выгонят, не придут, ничего не скажут, можно будет подольше с ним поговорить, было, конечно, дня 4-5 мне тяжело, я не ходила в эти часы, то есть я чисто приходила, ставила молочко и уходила, ну, на минуты две вот я в этот момент как раз задерживалась там посмотреть, а уже потом я собралась с мыслями, потому что, я думаю, он больше меня почувствует, я его больше почувствую. Я стала ходить. Я знала, что он у меня сильный, сильный, крепкий, да, потому что пинался он, будь здоров в животике, и был очень активный, поэтому я как бы, я была уверена, что он совсем-совсем справится, я как бы помогу, свою любовь, да, вот, а так, еще, наверное, то, что много случаев уже слышала про то, что недоношенных людей, детей даже с более меньшим весом все равно выхаживали, и детки рождались здоровыми. Хочу, хочется сказать большое спасибо нашим врачам, что так трепетно относятся к нашим деткам, которые маленькие, особенно медсестрам, которые в реанимации проводят сутками, ухаживают как за своим ребенком, как за своей дочкой, как за своим сыном, что приходишь, а ребеночек чистенький, медсестры, конечно, улечки, хоть и в маленьком составе, и бывало, что они сутки и через сутки ходили, как бы, большое спасибо. Мы сегодня едем домой, аж прям не верят. Субтитры создавал DimaTorzok